Друзья, всем привет, всем доброе утречко, с вами снова Ольга и очередной влог. Сейчас у нас, наверное, часов 6 утра, домашние все еще спят, ну а я собираюсь поехать на дачу сегодня. Котик, скажи мяу. Котик уже встал, а Тойока еще дрыхнет. Тойока, вставай давай, на дачу пора. Вставай давай. Поехали на дачу, поехали. Достала ты, скажи меня за своей дачей, дай поспать. Нет, вы только посмотрите на это. Тойока, вставай, говорю. Тебе кофе налить? Перед отъездом обычно немножко убираю комнату, потому что возвращаться всегда приятнее в чистую комнату. На дачу тоже так делаю. И всегда приезжаешь, а там чистота, порядок. Заниматься этим участком у меня уже, конечно же, времени нет. Здесь все запущено. Смотрите, какие уже баклажанцы отросли. А есть их некому. Большинство цветов умерли, засохли, никто их не поливает без меня. Каждой растишке нужен уход, забота постоянная. Само по себе ничего не растет. Котик, а ты ешь? Тойоку я в дорогу не кормлю. Приедешь на дачу, поешь. Всем привет, друзья! Ой, не понтуйся. Ты что, по-русски? Говорить начала. Соня в школу пошла. Он ультон, да? Да. И щепчет. Вот такая у нас осенью погода, друзья. Это вот на следующую неделю погода. 25, 27, 28, 28, 24. Какая? Котова? Первый пошел. Сейчас еще ждем, когда Ангелина проснется. Я бы, конечно, не ждала. Давно бы уже уехала. Но многие из вас скучают по девчонкам. Поэтому, чтобы они были во влоге, я вот жду сейчас, пока они все проснутся, поздороваются, попрощаются. с вами. Вставай! В школу пора. Ну, не совсем в школу. Они уже третий день ходят в этот самый, в аквапарк со школой вместе. Даже в аквапарк она без особого энтузиазма просыпается утром. Вон, видите, какое искусство. Ангелик в школе сделал. Красотища. Как будто из собачьих какашек. И не выкини же. Надо, чтобы на самом почетном месте стояло. Ангелина же сделала. Вставай. Выгуливаем. Так, а ракаяку в дорогу. Личко попроще можно сделать? С таким умным видом. У нас здесь, видите, красота. У людей цветочки посажены. Какие красивые. Интересно, что это за цветочки. Боже, какая прелесть. Обожаю такие цветочки. Видите, как интересно у людей вход оформлен в дом. Это вот дикая такая гортензия. Надо, кстати, взять отсюда черенок. Такая точно приживется. Вообще, всякие кустарники здесь вот эти. Все можно очеренковать. Понемножку, по чуть-чуть. И высадить там у себя. Красивые же. Вот эти красненькие тоже мне нравятся. Вот, эх, наша дорога в гору. Как давно мы туда не ходили. Полгода, наверное, если не больше. Свои горы там теперь. Будем скоро грибы собирать. Я сейчас учусь, друзья. Смотрю много информации. Изучаю эти корейские грибы. Потому что их такое множество. Миллион разновидностей. Всяких разных. Хотя у меня есть программа, которая грибы определяет. Но все равно это немножко опасно. Потому что некоторые грибы похожи между собой. Один ядовитый, один съедобный. Кто-то, смотрите, срач оставил. Здесь выбросил что-то. Корейцы тоже не все няшки. Могут и насрать где-то. Единственное, что здесь убирают это чаще. Поэтому сравнительно чисто на улицах. А так свинячат так же. Я вот, если честно, вообще не понимаю. Это что должно быть в голове у человека, чтобы вынести и выбросить вот так вот на улице мусор. Не донести его до мусорки. Там, я не знаю, вообще просто взять. И под ноги себе же все это выбросить. Это какой хлебушек должен быть в башке. Папа тут собрал Ангелине уже сумочку для бассейна. Шапочка резиновая. Безрезиновой шапочки в Корее в бассейн не пускают. В общем, здесь полотенце, запасные труселя. Все-все-все, папа уже собрал. Телефон, специальный чехольчик непромокаемый. Папа все предусмотрел. Кошелек у Ангелина, видите, там денег сколько, ничего себе. Семь или шесть долларов. Ну, для ребенка это норм. Водичку купить себе, там какой-нибудь напиток, печеньки. Да, Келик? Пиво не купишь, конечно. Поехали, теперь мы свободны. Хорошо у нас такой папа, с которым мама может расслабиться и жить в свое удовольствие. Обо всем позаботится, всех отведет, всех приведет, всех накормит. Сначала нужно подогнать машину, потом всех и все загрузить. Давай, вперед. Может, с удовольствием в машину садиться. Но пока он в подгузниках, у меня в трусах, потому что может в машине и обделаться ненароком. Бензин почти на нуле. Нужно опять заезжать на заправку. Один раз смотаться на дачу, друзья, по деньгам выходит дороговато, потому что далековато. А бензин хоть у нас и подешевел, но бензин в Корее никогда не был дешевым. Все равно это больше доллара за литр. Что слушаем в дороге? Конечно же, Варламова. Что еще слушать в дороге? Взлетте. Взлетте! Взлетте! Есть перчаточки для полной чистоты, конечно, но не всегда в ломах надевать. Спасибо, до свидания. Тут же в магазинчике сейчас купим что-нибудь из еды в дорогу. Еще не завтракала. Возьму треугольный кимпап. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В деревне нашей, прям посреди дороги, видите, сидит бабушка, продает рыбу всякую сушеную. Субтитры сделал DimaTorzok Также овощи продают, вот так вот частники выращивают и продают. Прямо на дороге. Мне, кстати, нужно чеснок купить, но у меня нет налички. Здесь все наличкой, только можно купить участников. У меня только карточка для посадки. Чеснок надо купить мне. Вообще, я хотела сегодня купить семена каких-нибудь цветов. Заехала в магазин, а там только семена всяких овощей, всего такого, а цветов нет. Проходи, детик. Не будешь проходить? Ну ладно. Так что, заедем за продуктами. И все. Тойока, жди, я пошла за продуктами. Музычка здесь такая всегда. Дедушкина, бабушкина настроение поднимает аж. Аж ножки в пляс идут. Я сюда приезжаю, друзья, вот реально как домой. Оу, крабики. Маринованные креветки, крабики. Возьму такой вот лук, порей и продукты. Ой, здесь к продуктам еще бесплатно рамен прилеплен. Остановились с Тойокой, вышли, чтобы показать вам нашу деревенскую красоту, друзья. Это буквально мы уже подъехали к нашей даче. И здесь вот такая вот красота. Но цветочки здесь почти уже отцвели. Я когда делала здесь фотки, они еще все были в цвету, в соку. А сейчас уже отцветают, но все равно красиво. Космея называются эти цветы. А в Корее они называются космосы. Вот такая красота. Целое поле космеи. Вообще по всей дороге, вот до нашей дачи, вот по этой деревенской дороге, все обочины усеяны этими цветами. Такой самый популярный деревенский цветочек в Корее тоже, не только у нас. В Казахстане, в России, я знаю тоже их. Полно высаживают эти цветочки. В Корее даже в какой-то деревне, в какой-то глуши всегда будет какая-то красота, какие-то фотозоны. Я иногда в шутку называю Корею Инстаграм-страна. Потому что здесь вся страна заточена под фоточки для Инстаграма. Так, что-то здесь опять нельзя. Нельзя купаться и ракушки вылавливать. Речные есть такие ракушки, которые корейцы едят вместо семечек. Так вот их здесь вылавливать нельзя почему-то. Почему, спрашивается? Да, Тойока? А то бы мы сейчас пошли и повылавливали бы, конечно. Как я уже говорила, это деревушка наша. Она славится вот этими булочками на пару. Чинг-пан. И полностью вся символика этого городка, этой деревушки, она в виде вот таких вот анимаций. Так, чем еще знаменит здесь наш район? Красными бобами, помидорами, перцем, паприкой, булочками. Здесь есть Тукеби-Торо. Это дорога, где не работают законы физики. Кажется, что она спускается, а на самом деле она поднимается. Или наоборот, в зависимости от того, в какую сторону вы едете. Ну, в общем, сейчас там остановлюсь, поснимаю. А вот это вот что, я не знаю. Чем это мы еще здесь богаты? А, ну это красная фасолинка и есть. Красные бобы вот эти. Все это вроде кажется смешно, какие-то мелочи, но это так приятно, повышает, не знаю, настроение. Тут уже кто-то стоит. Здесь, друзья, еще одна смотровая площадка. Сегодня все вам виды покажу, которые по дороге встречаются. Тут беседка можно посидеть. И вот такой вот вид на ущелье, на горы. Ну, такое. Знаете, с нашей дачи вид получше даже будет, чем с этой площадки смотровой. А это, друзья, мы уже прям почти подъехали к нашему домику, к нашей даче. Буквально 200 метров в горку нам осталось. И здесь есть вот такой вот мини-парк и небольшой комьюнити-центр, где можно ходить на занятия. Здесь, по-моему, саксофон преподают, еще какие-то другие музыкальные инструменты. Раньше здесь даже школа была, когда деревня жила, когда было много людей. Здесь была даже школа. Но сейчас здесь никто не живет, деревни уже давно нет. Вот. Но остался вот такой вот комьюнити-центр. Здесь, кстати, вечером я сижу в домике у себя там на даче, и слышно, как играют на саксофоне. Слышите, друзья, саксофон? Закат и саксофон всегда. Может, мне тоже пойти? А что? Это я еще не умею. Научусь. Как задам вам на канале саксофон. Красиво. Вообще, конечно, деревни в Корее вымирают, как и во всем мире. Хоть и модно становятся домики и такие вот дачные иметь, а именно, чтобы деревня, чтобы прям жили люди, чтобы дети ходили в школу, такого уже нет практически. Приезжают просто на выходные люди отдыхать. И сейчас я слышала, правительство вводит такую программу, чтобы иностранцев призывать в села, в деревни. Им выдают, в общем, визу, выдают участки какие-то. В общем, есть такая программа. Я потом подробно про нее узнаю и расскажу вам, напишу. И вот буквально мы немножко отъехали от этого центра, и идет дорожка уже подъем на нашу дачу. Здесь тоже есть, видите, остановка для автобуса. Карта вот такая горного хребта, где мы находимся. Вы знали, кстати, что для жизни самая лучшая высота – это 700-800 метров. Если вы живете на высоте 700-800 метров над уровнем моря, вы живете в идеальном месте. Там самая лучшая экология – это для организма человека самая-самая идеальная высота. Я это, кстати, вот в Корее только узнала. И у нас как раз дача находится на такой высоте. Видите, все как оформлено в деревне, в ебенях там каких-то непонятных. Все равно все есть. Теплая остановка от ветра. Тут, конечно, подогрева нет на лавочках, как в населенных пунктах. Но, тем не менее, вон все есть. Расписание, карта, маршруты, там вот это вот все. Вот и, конечно же, красота, красота, красота. Тоже хочу у себя на участке, чтобы все было цветами полностью, все засеяно. Ну, не такими. Желтенькие, оранжевенькие я не очень люблю. Мне больше нравятся белые, голубые, какие-то сиреневые оттенки. Вот холодные, теплые оттенки я не люблю. Ну, пока, по крайней мере, вкусы меняются. Мало ли, может, полюблю когда-нибудь. Тойека уже попискивает, говорит, что ж такое-то. На каждом шагу останавливаемся, когда мы уже приедем, скажи. Ура, мы дома, доехали, выходи. Так, стой, 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 трусы надо снять, иди сюда. Тойека, будешь бегать, позориться здесь перед всеми своими бобиками, друзьями? Кто там? Там кот дикий мяукает. Ну, как дикий, уличный. Ты где? Ты что там лежишь? Побежал, побежал, побежал. Котик, ты что? Сейчас тебя Тойека шугнет. Ой, 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 ой. Все, 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 все. Не успели приехать, уже война. Почему я его, друзья, отпускаю? Потому что он перестал лаять, потому что я ему купила специальный ошейник, который реагирует на лай. И когда он начинает лаять, его шарахает, в общем, током. И ему хватило одного раза, чтобы понять, что лаять нельзя на людей. И теперь у Тойоки у нас полная свобода. Вот видите, мы сюда уже помоечные столы все привезли. Смотрите, какие шикарные у нас созрели подсолнухи. Это дед экскаваторщик нам тогда воткнул, чисто ради красоты. Вообще подсолнух в Корее это растение для красоты. В промышленных масштабах они его не выращивают. Масло подсолнечное в Корее не делают. Вот, и если у кого-то есть подсолнухи, то они растут чисто для красоты. Но здесь будут семечки. Семечки в Корее, как вы знаете, тоже не едят. Единственное, где можно купить семечки, это в магазине для хомяков. Видите-ка, брокколи уже. Настоящая брокколи, моя первая в жизни. Первая в жизни моя брокколи. Здесь у нас кодовый замок, все по-настоящему. Так, а какой кот-то? Тут Сонгин уже сделал нам лестницу. Вот такой вот стол. Тоже Сонгин сам все делал. Потом сделает здесь полки. Там, значит, сям все будет. Будет красота понемножку, постепенно все делает. Я купила вот такой вот светильничек. Хоть еще ничего и не готово, но все равно становится все более удобно и удобно. Комфортно вот все теперь можно сюда составить. Тут у меня уже, видите, своего рода летняя кухня появилась. Это я в прошлый раз набрала каштанов. Он пошел там белок гонять. Любимое занятие. Котов да белок гонять. Тойка! Иди ешь! Он сегодня же ничего не ел, еще я в дорогу не кормлю его. Какой там не до еды ему сейчас. У меня тут пила стоит на улице. Корея, это когда ты на улице можешь какие-то дорогие оставлять вещи. Всем пофиг. Никому это не надо. А это в прошлый раз меня соседи угощали всякими овощами. Вот помидоры здесь их лежат. Кабачок, ну кабачок пропал, кстати, из-за плесни. Он надо его выбросить. Баклажаны сушатся. Я вот, друзья, баклажаны люблю только вот такие подсушенные, потом уже приготовленные, поджаренные или какой-то пончан из них делать. Либо икру из баклажанов. Ну икру я делать не умею, поэтому я их подсушиваю, так подвяливаю. Вот, а потом уже готовлю. Напишите, как вы любите готовить баклажаны. Может, какой-то рецепт у вас есть классный. Вон, видите, каштаны. Когда они созревшие, они вот так вот падают, лопаются, и их легко можно доставать. Ну как легко? Только в перчатках, потому что иголки у них еще хуже, чем у ежа. Вот такие вот колючие. Это вот съедобные каштаны. Многие спрашивают просто. У нас тоже есть каштаны, но их не едят. Разные сорта абсолютно. Вот такие вот каштаны едят. Они съедобные, очень вкусные, сладкие и полезные. Ну что? Белок построил всех. И этими каштанами у нас усыпана вся земля. Каштанами, шишками вот этими вот. Вот это вот знаете, что такое, друзья? Это вот из бочки сделан такой хуадок. Он называется по-корейски, я не знаю, как по-русски. В общем, здесь разжигаются дрова. Сюда ставится большой такой котел. Камасот он называется по-корейски. И там уже на дровах варится или рис, или какой-то суп, или еще что-то. В общем, это такая вот печка. Поливаем цветы очки. Друзья, влоги на даче снимаю сейчас мало, мало выкладываю на канал. Потому что, ну, вся моя работа заключается в том, чтобы таскать камни. Я занимаюсь этим целыми днями. До какой-то красоты, до какого-то ландшафтного дизайна еще далеко. И я считаю, что это неинтересно выкладывать. Только я забираю камни, естественно. Поэтому не обессудьте. Еще менее чем год назад я даже мечтать не могла о том, что я буду на своем участке что-то там делать. Что у меня будет какой-то участок земли в Корее. Как вы знаете, в Корее земля очень дорогая. Она стоит просто бешеных денег. И я всю жизнь мечтала, хоть маленький, хоть какой-нибудь клочочек вот так вот земли, хоть метр на метр какой-то. А когда у меня появилась вот такая вот земля, я сейчас просто от счастья до сих пор не могу отойти. Уже скоро год будет как. Я прям готова целовать каждый сантиметр этой земли. Готова его вручную очищать, вот так облагораживать. И пусть это займет у меня 10 лет. Чем больше, тем лучше. Потому что я не хочу, чтобы это удовольствие когда-нибудь закончилось. Так как, друзья, таскать камни это хоть и приятная работа, но монотонная и утомительная в этом плане. Я тут же иногда смотрю по сторонам и какой-то креатив приходит ко мне. В общем, увидела я сейчас вот такой вот выступ в скале, в горе вот в этой вот. И думаю, почему бы не сделать здесь печь, печку для хлеба, для пиццы, обычную печку. В общем, здесь у нас есть горка рядом, где глина красная, настоящая вот такая глина. И камней у меня дофига, причем таких плоских, классных, из которых можно как из кирпичей все строить. В общем, я хочу попытаться сама, собственно, ручно. Исключительно из подручных средств, без денег. Денег нет. Тут огромные-огромные булыжники вот эти вот. А сверху вот эта земля, ее можно соскрепсти. И получатся вот такие вот ровные полочки, целый кухонный гарнитур у меня в скале. Получится. Когда много работаешь физически, единственная проблема, что постоянно хочется есть. Сейчас буду варить себе нэн-мён. Нэн-мён – это гречневая лапша. Она уже почти готова, ее нужно только 40 секунд в кипятке поварить. И потом промыть холодной водой. Так как нэн-мён – это блюдо, которое естся холодным, ледяным, заранее лучше вот этот вот бульон засовывать в морозилку. У меня здесь даже морозилка есть. Что вы думаете? Ни халям-балям. И еще сюда нужен соус васаби. Бульон – это мясной, друзья. Если еще положить сюда овощи, будет очень-очень полезное блюдо. Я готовлю как быстрее, и чтобы побыстрее поесть и пойти работать опять. Сказка в этом лесу начинается в 6 часов вечера. Такое ощущение, что подсвечивают такими желтыми лампочками этот лес. Так быстро стемнело. Друзья, я за работой даже не заметила, как стемнело. В общем, вот, привязала Тойоку на такую длинную веревку. Он может туда-сюда ходить, спать в домике в своем. Ну, чтобы мало ли ночью куда-нибудь не ушорошился с кабанами драться. Ну вот, друзья, прикрепила уже супер лампочку. Красота не проснулась, друзья, от того, что у меня кто-то по лицу бегает. Какая прелесть. Как в фильме ужаса. Сегодня с утра, друзья, не захотела кофе. Впервые, наверное, в жизни. А захотела нормально, плотно поесть. Голодная уже с утра пораньше. Вот такой незамысловатый завтрак. Суп Юккеджан. Это немного острый суп. Там мясо есть, овощи, в общем, все, что нужно. Рис и чангачи, мои любимые, маринованные. Единственное, чего не хватает здесь, это стула. Придется есть стоя, потому что сейчас раннее утро. 6 часов утра на улице еще прохладно. Посмотрите только, какой туман на улице, друзья. Вообще ничего не видно. Офигеть, все белым-бело, как молоко. О, господи. Сидит уже, ждет. Брысь отсюда. С такими тварями приходится сосуществовать. Непосредственно рядом, близко. Ой, ну какой воздух. Какое утро. Ради этого можно все простить. Всех насекомых. Все перетерпеть. Только от одного вот этого вида. Тойока пошел белок шугать с утра пораньше. Продолжаю, друзья, обустройство нашей кухни. Сейчас вот клею такую прозрачную пленку вот сюда на обои, чтобы они не заляпывались так, как здесь и плита стоит, и резать, здесь готовить, в общем, будем. Здесь, друзья, тоже из такого вот дерева будет вот такая вот полка до стены. Это у нас из-за бойлера так получилось, что не впритык раковина стоит. Здесь у меня есть еще магнитик. Специальная штучка для ножей. Думаю, ее вот сюда прилепить. Здесь, как я уже говорила, будут полки. И здесь вот видно контраст, да, здесь блестящая пленка, а здесь матово, некрасиво такой контраст. Но здесь будут идти вот такие вот полки такого же цвета, с этого же дерева. Здесь вот строители-идиоты, блин, сделали матовое стекло. Я говорю, сделайте мне вот такое окошко, чтобы я готовила здесь стояла и смотрела на улицу, на красоту, на все. Они взяли, сделали непрозрачное окно, матовое стекло. Я так материлась, друзья, пипец. Ну, что делать? Здесь в ящике у меня тоже пока полный бардак. Одноразовые всякие пластиковые ложки, пластиковые вилки. Вот этот вот набор деревянный, красивый. Я хочу крючки и повешать их все. У меня есть вот такие доски. Думаю, вот сюда сделать, что-то типа маленького такого подоконничка, куда можно специи составлять, например. И будет не так опасно это все выглядеть, когда ножи торчат кверху лезвием. Мне кажется, это будет очень круто. Надо отпилить сейчас вот здесь. Блядь. Блядь. Пылесоса у меня здесь нет. Все тряпочкой, тряпочкой. В общем, друзья, как-то так пока у меня получается. Здесь вот полочка, привинтила сюда крючки. Не на все хватило, конечно, шурупиков черных. Дома нужно будет из дома привезти еще. В общем, сюда еще можно какую-нибудь прихватку повесить. Поварешки тут еще нет. Поварешку, прихватку. Это вот у меня силиконовая крышка для сковородки здесь. Как вам? Напишите. Не идеально, конечно, но зато все удобно. Знаете, что мне нравится в этом домике? Что все под рукой, все просто те, кто живут в каком-нибудь двухэтажном или трехэтажном доме, как мы, они меня поймут. Когда тебе с третьего или со второго этажа бежать нужно зачем-то. А здесь все. Ты просто стоишь практически на одном месте. И у тебя все под рукой. Тут же что-то порезал. Тут же что-то это самое. Но иногда, конечно, не хватает места, когда гости, например, приходят. И очень много посуды. Очень много нужно что-то такое вот сообразить. Но на этот случай я хочу сделать летнюю кухню большую такую под этим самым, под навесом. А здесь чисто так. Кофе попить и минимально что-то такое вот приготовить. Здесь можно всякие мелочи складывать. Типа ключи от машины, там крем для рук, где он, кстати, самое важное. Я без этого вообще никуда. Постоянно нужно руки мазать кремом. Поэтому вот какой-нибудь крем для рук, тут ключи, такое вот что-то, салфетки какие-нибудь поставить. Здесь у нас остатки, друзья, кафельной плитки из туалета. Я думаю, можно печку мою, которую я там вчера затеяла, можно выложить кафельной плиткой внизу, чтобы ровненько сделать. Не знаю, насколько она огнеустойкая, но мне кажется, это же как бы камень. Камень не должен гореть. Хожу, хожу по участку, выбираю место, где сделать качелю офигенную. Здесь проблема в том, что нет нормальных деревьев таких с ветками. А так вот между этими деревьями сделать огромную качелю, щух, вон туда прям в горы улетаешь. Такая красота. И таких вот мест много, чтобы вот так вот два ствола были, два дерева. Вот там много таких мест очень офигенных, здесь их много, везде, короче. Проблема в том, как залезть вот на это дерево без веток, как привязать туда веревку. Блин, если у вас есть какие-то идеи, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что, ну, я не вижу вообще, как это сделать. А гелик ждет качелю. Все ждут. Соня ждет, гелик ждет. А я все хожу и думаю, что делать, куда качелю прямострячить. Сонга, и нам каши не сваришь много. Он только покушать здесь любит. Ничего руками он здесь делать не собирается и не хочет. Тут вот тоже нужно проложить дорожку. С чего начать, не знаю. Поливаю, друзья, здесь я перед домом посадила редисочку. Для нее как раз сейчас сезон. Не так жарко, как летом. А тут укроп у меня. Укроп долго всходит. Сейчас хочу зажечь огонь и пожечь весь бумажный мусор. Я зажигаю здесь бумажный мусор, весь картон, всякие коробки. Их очень много всегда. Хватаюсь за все сразу, друзья. Не знаю, за что вперед схватиться. И там, и там, и там, и там, и там, и там. Работа есть. И, короче, к чему душа лежит, то и делаю в первую очередь. Кстати, пока камера загружалась, я уже трубу покрасила. Видите? В черный цвет. Она была белая, с какой-то синим набалдажником. Это труба-вонючка. То есть она выводит запах из... Короче, где канализация там проходит. Иди, мой хороший, да. Вот он пришел. Пришел. Молодец ты такой. Ты такой послушный стал. Как же хорошо на тебя действует этот ошейник. Такой послушный. Друзья, вынуждена закончить свою деятельность на сегодня. Позвонили девчонки, сказали, что они ко мне в гости собираются. В общем, сейчас поеду домой. Нужно там уборку сделать, мясо купить, замариновать на шашлык. В общем, дом. Дом меня опять зовет. Прощай, дача. До свидания. И я на этом буду заканчивать, наверное, влог уже. Всех вас обнимаю. Всех люблю. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok